итак ответить размер и корейский вкус показать не мог размер тоже не мог если запомню покажу следующий раз поднимут 2001 год то есть двадцать первый год или пенка добрый вечер форал он стал вам косили заказа кошки на реферную почту нет ответа дело заказ на сайте нет ответа может и мне какая очередь пять дней пусто гражданка пилипенко чем дело я не видел вашего заказа я жду как маны небеса мне же надо лежит ноутбук покупать девочка или какая у меня прозвищ сказать солнечный дед а знаете сколько у меня внуков не знаю сочетать не могу вот я будете рассказывать в работе в заказах так давайте так бывает пишут они туда отправим я всем честно ответил ни одного не упустил у меня просьба напишите еще раз письмо если завтра с утра не получите ответа значит куда-то не зашлете позвоните и мы тогда по телефону разберемся чем причина как-то я не ответил когда мне деньги нужны виктор продолжение темы абрикоса пианиста прокомментируете почему роскошка в роскошке небольшого размера или это из-за большого урожая вы знаете в общем-то чаще всего соблюдается принцип чем больше абрикос тем больше косточка вот я редко и будет раз два случая вы практика на это не соответствовало что касается моих самая крупная абрикос академик самая крупная кошка причем она очень оригинальная спутать невозможно я даже перестал подписывать у меня поможешься которые пакуют сортируют они уже и распутать невозможен из кем особая кошка ухоеда особо кошка академика у королевского они такие особые они места каким-то благородством весь но они все самые крупные есть в этом году немножко не так потому что из-за большого рожая сейчас костика по размеру что у королевского даже обидно у королевского может быть такая костика но это из-за обиднейшего рожая так идем дальше вот так что вы пожалуй право у роскошек абрикоса кошки большого размера или из-за большого рожая это из-за большого рожая так Александр Выборг что за сорт груша знакомого брал в лесопитоннике знаю что ранний а рядом вторая груша абрикосовская роса вы думаете зная 20-30 груш а их 5000 сортов думаете я угадаю ну попробуем сейчас опозорюсь так значит груши как груши сало как сало вот такие груши напоминают сразу несколько сортов поэтому я сказать не могу боюсь опозориться знаете как было дело сейчас скажу однажды у меня был каталог в каталоге были такие сорта тавлическая и фотографии незнакомка и фотографии еще три так же получаю письмо подпись глазам не поверил чуть не упал шестом знаменитая фамилия из династии Исаева Роман Исаев вот этот как его назвать начальник лаборатории то ли Мичуринская институт то ли какой в общем крупнейший институт и это такой авторитет для меня и он мне пять груш исправил название тавлическая такая за памятник а я спорить не стал а попробуйте вот так определите это надо быть таким супер специалистом как тот же Роман а я сейчас зато купил вот как бы этот самый Голден Дельс за что купил зато продал нашли специалисты самое главное у меня другие критерии курс это размер люблю крупные все в общем так ответить не смог я говорил опозорите меня вот и опозорили смотрим дальше так да церковь через просто персика на прививке персик прирост на прививке персика на абрикос сильно вырос развитился как взять черенок для перепрививки ветки второго порядка 4 миллиметра надо первого то есть это второго порядка сколько и всего порядка нет пока я не увижу этот я даже печать не буду пока я не увижу фотографии я выиграет и дальше болезнь что она пишет татьяна пишет в общем которая пишет подождем я не спешу на смесь и сходи садар вроде больше я буквально на минутку надо раз разговор не закончен я пойду сейчас наберу чая а 2 кран 3 у у у татьяна нет я бы допустим хотите или сам расскажу такую историю про них вы плакать будете я не могу всем рассказать про страшные вещи которые произошли себе страшные такие вещи когда сама система поломала жизни всем всем буквально кто с этим связан вот это ужас какой-то но может я когда-то помните тогда был караулов сейчас уже не потерял популярность потому что рот фактически заткнули а когда-то был всемирно известен самый популярный авторитет я ему написал письмо помогите спасите семью тут невозможно это ужас это система которая уничтожила буквально все взять топтал все вот вот это было поэтому и сейчас еще легче не стало когда людей превращают в инвалидов вот страшная система я говорю что всем нам не повезло кому-то прекрасно прожил эти годы вот это я разволновался поэтому мы отвечу на ваш вопрос это не мошенники семья вот и я знаю что за этим следует проще сказать они мошенники они еще и спокойно ли спать я ответил на вопрос это не мошенники я ручаюсь своей честью вот я знакомлю я знаю что такое часть я ручаюсь своей честью что если кто-то отправит 100 рублей или тысячу он не пожалеет это даже там наверху запишется так ладно не имею права рассказывать я бы рассказал себе это использовал бы все даже вебинар забыли обо всем кроме этой истории дикой таких историй каждый день включите телевизор и даже не скрывают эти истории а сейчас особенно кому не нужны эти дети когда люди тысячами гибнут каждый день гибнут тысячи каждый день тысячи так сергей саратов отправлен на звук девочкам так сергей саратов да благодарю вас 507 рублей а кто-то еще 200 прислал ну что живем 500 от михаила вот свинина 200 от леонида леонидовича вот не соображал от леонида леонид леонидович не могу сообразить пишет могу пока на ноутбук 200 спасибо и наконец 507 рублей саратов правильно спасибо друзья так ну чё теперь говорим нормальным языком вы говорили что груши ничем не болеет у меня прошло неплохой урожай но каждый созревающий плод появилось сначала небольшое коричневое пятно потом оно увеличит потом созревание полностью биновым что это как бороться я привил на небо в черенок нарядное пиво поможет здесь остальное спилить ну вопрос довольно сложный уважаемый борис смотрите я никогда не разделяю болезни дерево и плод для меня дерево и плод это одно и то же одно и то же значит если у вас плод созревает и начинает гнить значит дерево больно а вы как пишете вы говорили груши ничем не болеет это у меня ничем не болеет у меня единственное что самая сладкая самая невероятная груша лесная красавица она боится сырости вот в этом году полгода засуха дикая естественно груша никогда не болела и ничего на них нет но появились даже всего неделюшние дожди последних ну пасмурно из них дня три дождливых из недели хватило чтобы появились эти самые могу даже взять с холодильника и показать уже парша есть но это ее значит что даже груши по разуму относится к лазовому воздуху и к дождям они все равно все не с одного места вот так получается один груша у меня бывало 30 года назад самое страшное в плане дождей дожди 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 все это холодно сыро вы знаете у нас шара знаменитый всероссийский курорт полностью этот самый был уничтожен дождями в том плане что не заработали на людях не было туристов никто не ехал никто не отдыхал никто не загорал вот такой год был я смотрел ноябрь да вот только поздней осенью они покрылись паршой это не сильно только поздней осенью груши вот такие как лесная красавица да паршой жутко было ну кожу сучистишь внутри чистая только кожа больная была вот и то опять же осенью она же поздно созревает это вообще не сложно остальные груши хоть бухны листья уже чернеет начали от холода а до этого все чистые не дыр но я показывал столько фильмов я показал сотни фотографий вот это было чудо почему абсолютно здоровый сад абсолютно там не было такого чтобы я снизу вот уничтожил все вот как это самое сами заставили разговариваться смотрите видишь утворятся волосы правительство москвы еще не понимает и знать и они для них это и сон посадить на гибель а потом они вырастают и радовать людей это это машин а эти на холл посадили два президента корея южной и северной он тебе показывать показать вам сейчас хотел еще другое сейчас еще покажу разговорился но я за пределы часа не вышел не вышел сейчас увидите вот вместо того чтобы продать человеку саженец вот тут чтобы ветки были целы и чтобы при продаже отрезали бы наоборот верхнюю часть и было бы все хорошо как может быть а вот допустим это один вариант один ну ладно второго нет а если бы она еще была зеленая но она все равно обречена она у нас больные груши больные плоды вот это я хотел сказать а а а Субтитры создавал DimaTorzok